Здарова всем ребятки, КНТПК на проводе. И если вы не заметили, ну вы по-любому заметили, то что вышла новая коллекция на рынок именно Project Zona 9. Так вот ребятки, ваш скин ТПК решил не отставать от тенденций и купить все эти скины. Я потрачу всю свою голду на эти скины. Если ты хочешь, чтобы я разыграл какую-то новую аркану тебе, то пожалуйста ставь лайк, подписывайся на мой канал и пиши в комментариях хочу аркану. MyStandOff.ru Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru Для начала я хотел бы вам показать то, что я себе уже купил. Это новый Кунай Пойзон. Посмотрите на данный Кунай, он очень крутой, очень классный. Купил его за 1800, я считаю, что вполне адекватная цена и я буду с ним играть. Так, дальше я себе купил Фомас Монстр, мне даже попался с наклейкой. Далее я себе купил МП5 Зон, тоже очень крутой, обалденный скин. Также купил П350 Радиэйшн. Ну а теперь посмотрите на самое интересное. За сколько я купил МП5 Зон, это за 1.7 и П350 Радиэйшн, за 5 голды. Короче, ребята, в связи с тем, что это новая коллекция, все пытаются как можно быстрее продавать эти скины. И поэтому очень часто ошибаются. Прикиньте, из 4 скинов я 2 скина словил за лоу. Это очень-очень хорошо. Также, прямо сейчас на видео я хотел бы купить новую коллекцию, потому что я хочу больше новых скинов. Я рекомендую лично вам, моим подписчикам, покупать именно арканы, потому что их очень мало и они 100% подорожают цене. То есть я вот прямо сейчас, прямо при вас ставлю за 2.100 и мне вообще все равно. То есть даже если я не буду играть с этим скином, я однозначно смогу его спокойно перепродать. Также, ребятки, я рекомендую покупать 5.7 Poison. Тоже очень красивый, очень обалденный скин. И я его тоже поставлю на закупку. Поэтому, если мне кто-то прямо сейчас его сольет, я буду очень сильно рад. Также, давайте прямо сейчас, прямо при вас, я куплю 100 треки. Например, фаб реактора я прямо сейчас куплю за 18 голды. Тут даже у чувака Аватарка Тиктака, блин, ха-ха, у чувака НикПЖ купите, очень надо. Ну, я надеюсь, что я ему помог. Дальше, хочу еще купить 5.7 Zone. Тоже нереально красивый скин. И самое главное, их сейчас очень мало на рынке. Просто запомните мои слова. Буквально через месяц все эти скины будут дороже, дороже и дороже. Но самое-самое интересное, это, ребята, все эти арканы. Вы посмотрите, например, 5.7 Star Trek Poison. Их всего лишь 8 штук на рынке. И они стоят по 18 косарей голды. И прикол в том, что их больше не станет. Потому что голпас закончился. Поэтому, если вы хотите потрейдить или нафармить немножко голды, покупайте те скины, которых как можно меньше на рынке. Например, M40 Monster обалденный скин, стоит 20k голды. Я зуб даю, он подорожает. Также FAMAS Monster Star Trek однозначно рекомендую купить. Вы посмотрите, это даже выгодно для трейдинга. То есть, если вы даже не купитесь, вы сможете натрейдить и быть в плюсе почти на 1000 голды. Поэтому я, ребята, тоже прям при вас ставлю 3400 запрос на покупку. Потому что, если мне прямо сейчас кто-то сольет, прям при вас на видео быть в плюсе. Потому что я продам за 3400. Плюс комиссия, грубо говоря, 700 голды. И буду в плюсе на косарь голды. То есть, это, ребята, очень-очень выгодно. Поэтому покупайте FAMAS Monster Star Trek. Вот, опять же, смотрите. Например, P350 Radiation. По закупке стоит 3 косаря. Плюс, учитываем комиссию. Это 3600. И мы можем быть в плюсе. Вы посмотрите, второй запрос за 3600. Но я не знаю, тут просто рай для трейдинга. Поэтому я, конечно же, данный скин тоже поставлю на закупочку. Однозначно. А вот, если, например, взять ту же самую наклейку. Я ее могу купить за 3500, а продать за 3750. Плюс 100 запросов на рынке. Я однозначно скажу, что вот эти вот наклейки я не рекомендую покупать. То есть, не покупайте их ни в коем случае. То есть, вы даже будете не в плюсе. И плюс, их довольно-таки много на рынке. И плюс, еще не все знают, что вышло об ново. Поэтому, ребята, не стоит их покупать для трейдинга. Конечно же, всем интереснее всего, стоит ли покупать ножи или нет. Ребята, ножей больше всего на рынке. Потому что все покупали голлпаст и всем однозначно выпадали ножи. Ну, 100% какой-то из этих четырех ножей выпадал. Ножи подешевеет. Это однозначно. Потому что очень большое разнообразие ножей. И, честно говоря, кунай-ножи, ну, будем говорить откровенно, Они далеко не самые красивые. Поэтому, мой вам совет и моя вам рекомендация. Ножи не покупайте, потому что они со временем подешевеют. Разве что покупайте только в том случае, если вы будете играть с этим скином. Также, ребятки, я себе купил G22 White Carbon. Потому что он очень сильно похож на скин Relic. И, честно говоря, вот так визуально не все даже отличат их. Поэтому, я вам скажу так. Зачем тратить 17к голды на G22 Frozen, если можно купить G22 White Carbon, который ничем не хуже. Блин, ребят, вы знаете, за что я не люблю обновления? Вот я не люблю обновления за то, что все остальные скины с выходом нового обновления просто падают в цене. То же самое АКР Dragon. Стоит 3 800. Даже нож бабочка стоил 4к по закупке буквально недавно. Теперь 3 400. Вы, ребят, посмотрите, насколько же все сильно упало в цене. Радует только одно то, что Керамбит Голд и АВМ Спорт В2, вот они всегда стабильны в цене. Поэтому, если вы купите себе Керамбит Голд или АВМ Спорт В2, вы точно не прогадаете. Потому что их очень мало на рынке. Ой-ой-ой, только что, ребятки, мне продали Fame 7 Poison. Конечно, это не выгодно по цене. Посмотрите, да, вот если смотреть по трейтингу, это не выгодно. Потому что я купил за Косарь 700 и смогу продать за 1800. Но, ребят, через месяц все эти скины нереально сильно подорожают в цене. Просто запомните мои слова. Поэтому я его продам и я уверен, я буду в плюсе. Потому что все скины, которых мало на рынке, они однозначно будут дорожать. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был ваш скин ТПК. Это впервые я себя пробую в роли какого-то трейдера. Поэтому, пожалуйста, ребят, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. И напишите ваше мнение по поводу новой коллекции. Нравится ли она вам вообще или нет. С вами был Кентуха. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok